здравствуйте ребята сегодня мы приступаем к изучению так называемого вращательного движения с вращательным движением мы уже сталкивались с предыдущей лекцией мы рассматриваем, но здесь в данном случае мы рассматриваем уже опять же так называемую динамику то есть какие, как действуют силы при вращательном движении, какая совершается работа, энергия вращательного движения и так далее тема лекции вращательного движения читает лекцию в старшей кафедре физики Сыздыков Алпыис Касарбекович план лекции поэтому у нас появляется так называемый новый сирт, момент силы, момент импульса момент инерции материальной точки и генетически правильных фигур теорема Штейнера, которая позволяет нам производить расчеты моментов инерции форму для работы кинетической энергии вращательного движения и основной закон динамики вращательного движения то есть то, что соответствует так называемому второму закону динамике поступательного движения теперь мы непосредственно приступаем к изучению данного материала первый момент силы относительно точки О вот мы на рисунке видим точка О, так скажем, принятая за точку отчета сила F имеет которое свое направление и с точки О на силу F опускается радиус вектор вектор, соединяющий точку О и точку приложения силы и отсюда вводится понятие, что возникает момент силы момент силы это векторное произведение радиуса вектора на силу относительно точки О единица измерения ньютон на метр здесь еще раз прошу ответить ваше внимание что не джоуль а ньютон на метр именно что это момент силы джоуль это единица энергии, работы а здесь у нас мы рассматриваем с вами момент силы векторное произведение мы знаем раскрывается как произведение модулей на синус угла между векторами и отсюда вот из геометрического построения мы видим угол альфа это угол между силой f и радиус вектором и тогда r на синус альфа то есть радиус вектор умножить на синус альфа дает нам l плечо силы плечо силы мы называем перпендикуляр опущенный из точки о то есть с начала точки это отсчета на направление действия данной силы f потому что во многих задачах естественно на радиус вектор он каждый раз меняется нам он как бы не нужен а плечо силы величина постоянная в зависимости от того как сила действует на данное тело поэтому здесь мы будем использовать с вами понятие плечо силы пара сил если на тело действуют две одинаковые силы равные по величине но противоположные по направлению и действуют на некотором удалении друг от друга параллельные то такие силы называются момент пары сил вот на рисунке показано сила f1 f2 они равны по величине но направлены в противоположных направлениях расстояние между ними l и в этом случае очень легко находится момент этих пары сил это просто модуль силы f умножен на расстояние между силами это также позволяет нам решать задачи скажем в механике при вращательном движении ну мы рассматриваем что суммарный момент всех внутренних сил всегда равен нулю то есть мы рассматриваем на тело действующие на тело только внешние силы вот здесь на рисунке просто представлено значит что у нас имеется вот самый средний рисунок в данном случае материальная точка массы m вращается по окружности с линейной скоростью v радиус вращения r в данном случае радиус вращения это и будет плечо с силой для материальной точки направление вектором момента импульса перпендикулярно плоскости вращения в данном случае видите находится по правилу винта то есть вращение происходит у нас против часовой стрелки момент импульса направлен вверх если бы происходило вращение по часовой стрелке момент импульса был бы направлен вниз Правило винта Ну и момент импульса Это есть векторное произведение Радиус вектора на импульс тела Единица измерения килограмм на метр в квадрате на секунду Ну вот здесь очень в данной задаче, которая приведена на рисунке Очень легко, что радиус вектор совпадает с радиусом вращения Импульс тела у нас это есть масса на линейную скорость И отсюда момент импульса тела, вращающегося по окружности Будет находиться как произведение массы на линейную скорость и на радиус вращения Можно заменять через угловую скорость Мы знаем, что линейная скорость это есть угловая скорость На умноженную на радиус вращения И тогда мы получим в дальнейшем Мы будем эту формулу использовать для получения новой величины Пока мы продолжим рассмотрение момента импульса Мы записали с вами, что вот момент импульса Раскрываем Опять же мы пишем плечо Но чаще всего это плечо, это есть так называемый радиус вращения Рисунок вот представлен Масса тела М Движется скоростью В Итая и обладает поэтому импульсом П Радиус вектор проведен из начала отсчета на точку действия силы Внешней силы, то есть где у нас происходит вращение И плечо, в данном случае момента импульса Формула тоже самая, по аналогии все С моментом силы у нас мы получаем те же примерно самые формулы И так же как момент импульса, момент силы мы сказали Направим перпендикулярно плоскости вращения нашего тела Вот у нас рисунок представлен Следующая величина, которая нам необходима в вращательном движении Это момент инерции тела Момент инерции тела Это мера инертности тела в вращательном движении Характеризует свойства тела сохранять свою угловую скорость То есть когда мы с вами рассматривали поступательное движение Мы говорили, мера инертности является масса Вот момент инерции, это величина соответствующая массе Только это мера инертности в вращательном движении Как масса, так и момент инерции характеризует способность тела сохранять свою скорость Но в данном случае для момента инерции это сохранение угловой скорости Момент инерции обозначается буквой И большое И смотрим из рисунка Вот представим рисунок Ось вращения Материальная точка массы М вращается на расстоянии R То есть вращается по окружности с радиусом R И отсюда момент инерции материальной точки будет равен MR квадрат Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова